Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Одесса готовит обед». Генеральный партнер нашей программы – Одесская Национальная Академия Пищевых Технологий. А сегодня у меня в гостях уникальные гости, которые приходят один раз в год. Это ректор Одесской Национальной Академии Пищевых Технологий. Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники Егоров Богдан Викторович. Здравствуйте, Богдан Викторович. А помогает нашему дорогому ректору директор Центра управления приема на обучение, кандидат технических наук, доцент Корзая Нателла Ревазовна. Здравствуйте, Нателла Ревазовна. В этом году у нас, по-моему, уже 50-я передача. Не по-моему, а точно. К концу года выходит 50-я передача, которую мы сняли здесь, в стенах Национальной Академии. И что такое 50-я передача? Это значит приблизительно 100 блюд, 100 кулинарных шедевров мы приготовили вместе с вами. Поэтому сегодня мы будем готовить новогоднее блюдо, простое, как всегда, как все в нашей передаче, простое, но новогоднее блюдо. Расскажите, что у нас сегодня будет? Ну, идея возникла следующая. Обычно какие-то вычурные рецепты, люди стараются чем-то удивить кого-то. Сегодня наступило другое время, удивлять нужно простотой и органичности, безопасностью и лаконичностью. Вот, собственно говоря, мы и решили предложить сегодня нашим телезрителям и тем, кто будет присутствовать и тестировать, что мы с вами сделаем, приготовить очень простое блюдо, но очень вкусное. Это рулька запеченная и капуста тушеная. И Нателла Ревазона нам приготовит глинтвейн. Хотя это, по идее, мы должны с вами были делать. Не, ну, вы знаете, пусть Нателла Ревазона приготовит, а мы с вами его выпьем с удовольствием. Ну и Нателлу тоже угостить. Однозначно. Ну, давайте, давайте начнем, наверное, с рецепта приготовления рульки, потому что это самое сложное и не у всех она получается. Прежде всего, рульку надо выбрать хорошо. То есть она должна быть чистенькая, свеженькая однозначно. Нежирная. Нежирная, видите, вот здесь она мясистая, все. То есть это правильный был откорм поросенка. Поросенка. Когда рульку приобрели, ее надо почистить хорошенько под водичкой. Ножик. Ну, я думаю, все это знают, да. Надо хорошенько так вот. Я уже почистил просто, чтобы сэкономить время. Ну и потом, после того, как она уже готова, ее можно поставить, необходимо посолить. Обычно мы пользуемся... То есть мы ее нигде не надрезаем? Ничего. Есть способ надрезать. Когда надрезаете, то она быстрее готовится просто. Но при этом теряется сок. Это да. Я люблю, чтобы она была сочненькая, поэтому я ее не надрезаю. Соль каждый берет, ту, которую он считает для себя наиболее приемлемой. На этом этапе моей жизни мне очень нравится гималайская соль. Вот она со специями немножечко. А это уже готовая соль? Да, да, да. Или вы сами готовите? Нет, нет, это готовая соль. И, конечно, очень хорошо ее замариновать. Для того, чтобы замариновать, нам потребуется соевый соус и горчица. Такой элементарный, в общем-то, маринад. Берем немножко горчицы. Берем соевый соус. Готовим маринад. После того, как мы приготовим и ее смажем маринадом, ее надо поставить в холодильник. Вот так. В зависимости от того, сколько у нас есть времени. Например, на час это минимум. Поставили на часик, постояла. Потом ее нужно достать и где-то полчаса, минус 40 надо дать ей постоять при комнатной температуре. Потому что ставить холодную в духовку, это... Это неправильно будет. Немножко неправильно, да. Чуть не так идет процесс приготовления. И не такой аромат, не такой вкус, на который мы рассчитываем. Ну и ставим, при 200 градусах запекаем. Ставим в духовочку. Все очень просто, никаких проблем с приготовлением не возникает. Скажите, а время приготовления? Потому что, допустим, вареная рулька, я знаю, ее надо хотя бы часа 4 проварить, чтобы она была мягенькая такая, вкусненькая. Два часа. На холодец вообще 6 часов делается. Для того, чтобы приготовить в духовке, нужно 2 часа времени для запекания. Когда вы запекаете, достаете, протыкаете, смотрите, как выделяется сок, какого он цвета. Таким образом определяете готовность. Ну, в принципе, 2 часов достаточно. Но после этого, когда вы достали, очень важно рульки дать еще постоять минут 15-20, не открывая ее. Это вы имеете в виду уже с духовки? Да, 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 да. Не открывая, потому что, когда мы сразу открываем, ну, опять-таки, улетучивается очень много положительных компонентов, которые формируют ее вкус. Вот, собственно, мы видим рульку. Если вы мне поможете, да? Конечно, помогу. Знаете, какие-то умные люди придумали рукав, потому что в рукаве как-то... Да, все, открывать рукавчик. И быстрее готовится, и очень удобно. Так, сейчас, 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 аккуратно. Все в белом праздничном, чтобы не заляпаться. Есть. Так. И швом вверху, потому что через шву проходит немного воздух. И если он будет снизу, будет вытекать. Будет вытекать маринад. Да, хорошо. Все, я ставлю это в холодильник на 1 час. То есть, дорогие друзья, самое основное в приготовлении нашего новогоднего блюда, это, конечно же, время. Поэтому выбрать времени нужно столько, чтобы вам хватило до прихода гостей. И минимум час маринуется, и 2 часа рулька запекается. Капуста готовится еще проще. Мы берем... Знаете, многие покупают капусту соленую, кислую, такую перекисшую. Я не люблю перекисшую капусту. Капуста должна быть такая, чтобы вам было вкусно ее есть. Вот возле бочки. Пробуете? Вам вкусно? Вот такую капусту и берете. Для этого вам понадобится такой небольшой казанок, капуста и лук. И делаем так. Берем слой капусты. Выложили слой капусты в казаночек. Порезали мелко лук. Засыпали. Опять слой капусты, слой лука, слой капусты, слой лука. В это время мы это все еще... Это все прикрасим перцем. Черным перцем. Для того, чтобы она должна быть немножко... Немножко иметь такую остроту. Я просто люблю, чтобы она была чуть-чуть остренькая. Такая крульки, остренькая капусточка. Да, мы сегодня решили приготовить традиционный, праздничный, новогодний рождественский напиток. Это глинтвейн. В переводе глинтвейн это пылающее вино. Именно поэтому он будет у нас горячим, как обычно. Вот интересно было бы слушать рецепт на немецком языке, в пластике. Знаете, я слушала. Для глинтвейна нам понадобится вино. В оригинале оно, по классическому рецепту, оно должно быть сухим. Но мы взяли полусладкое, чтобы было интереснее, так скажем. Цитрусовые – это апельсины, лимон и яблоки мы дадим для основы. Так называемые в народе пьяные фрукты, то есть интереснее тоже будет употреблять. И специи. И в конце, чтобы придать немножко сладости, мы добавим мед. Я, наверное, тоже пока буду нарезать. Если посмотреть соцсети, такие как Фейсбук, Инстаграм, то Нателла Ревазовна там есть везде. Летом она с велосипедом на пляже на трассе здоровья. Зимой обязательно она на лыжах. Поэтому если летом она не пьет глинтвейн, то зимой обязательно она пробует глинтвейн, катаясь на лыжах. Правда? Да. Это без этого не обходится ни одно катание. Я знаю, что вы даже успели в этом году, до Нового года попасть и увидеть снег, увидеть лыжню, даже покататься. Да, чуть-чуть было. Мы забыли спросить у тебя, а что произошло, что ты сделала? Ты нарезала яблоки. Яблоки, яблоки, апельсины кубиками, а лимон, немножечко лимона, но нужно вот такими слайсами. И теперь мы можем налить вино. Это наше уже полусладкое вино? Да. Некоторые еще добавляют, разбавляют водой, чтобы не было столь, так скажем, пьянящего напитка, но мы пока не будем. Не надо, не надо нам разбавлять водой. Ну, я думаю, все натурально. Конечно. Существует вообще много рецептов. По некоторым рецептам добавляются фрукты в начале, по некоторым в конце. Но обязательно всегда после того, как... А готовить мы должны будем где-то при 90 градусах, обязательно ни в коем случае не доводя до кипения. Потому что... То есть надо чуть-чуть булькать. Да. 90 градусов, и такие бульбочки будут подниматься. И нужно добавить специи. Самые главные специи в глинтвене – это корица. Причем корица именно вот трубочками, да? В палочке. В палочке. Тут все, в принципе, на глаз. Как кто хочет. Но, если честно, корица не спорит. И то же самое касается гвоздики. Ну, гвоздики я бы много не бросал, да? Ну, вообще считается, что гвоздика должна идти от один нераскрывшийся вот такой вот цветочек, да, на 100 миллилитров. Так как у нас 2 литра, мы можем добавлять 20. Так я ставлю рульку в духовку. 200 градусов, да? Да. Мы сейчас достали рульку, достаем из холодильника. Уже постоянно. Духовка 200 градусов. Время приготовления, как мы и говорили, уже 2 часа. Ты не все специи бросила, остался еще бадьян. Да. Пару звездочек можно добавить. Бадьяна, он дает такой анисовый, анисовый такой припус. Да, кстати, по многим немецким, опять же, рецептам, еще добавляют именно анис и кориандр. Ну, я решила не экспериментировать, потому что это слишком пластический, да, да, да. А вот это что такое, вот это порошок? Это мускатный орех. Нужно буквально, да, буквально вот пару щепоток, но он тоже придает свою нотку и пряности должен быть. А это уже мое, так скажем, новшество. Это смесь пряного перца. Почему смесь? Богачий аромат. Оказывается, оказывается, мы узнали интересную вещь, что за студентов, за выпускников Академии ответственность Академия еще несет. И это радует, потому что всегда стоит вопрос, а что делать дальше? Вроде бы предприятий как бы много, есть куда идти, но как никого не спросишь, все закончили какие-то вузы, имеют какие-то дипломы, работают бог знает где, начиная от семерки и заканчивая телевидением. Особенность нашей Академии, у нас все умеют готовить. Несмотря на то, что занимаются 42 специальностями, 16 научных школ, то есть это совершенно такой богатый букет различных научных знаний, устремлений. Но готовить умеют и любят все. И как, в общем-то, без этого? Это наша жизнь, по большому счету. 50-я передача, прошел год за плечами, да? То есть каждую неделю вы практически снимали новую передачу. Мы тоже что-то делали в это время, и накопилось столько всего, что, в общем-то, сейчас и не расскажешь. Но очень приятно, именно во время приготовления, это обычно перед Новым годом уже, да, мы начинаем готовить и обмениваться. Как же прошел год? Так вот расскажите, вот расскажите, вот интересно. Как же прошел вот этот год? Год Академии? Я знаю, появились какие-то новые вещи, это как ночь, как она называлась? Ночь открытых дверей. Ночь открытых дверей. У этих день открытых дверей, а в пищевой академии ночь открытых дверей. Как раз возле кабинета Нателлы Ревазовны заходили эти ночные, ночные, ночные блуждающие амбитуриенты с родителями. В коридорах выставлялись кафедры, факультеты, закуски, опять же, какие-то. Единственное, я не видел кафедру виноделия. По телевизору ее не показывали, наверное. Почему? Все было, было, конечно. А, вот, видите, телевидение все-таки обман. Не было кафедры виноделия, потому что раз мне там канапешки, закуски, я видел, думаю, а где же, где же кафедра? Были представлены все 11 факультетов. Ну, во-первых, формат. Действительно, вот год этот, я бы назвал, наверное, так. Какая особенность этого года была, 16-го года? В инновациях. Все, что мы делали, это было как-то совершенно по-новому. Это не была та большая работа, ну, можно, знаете, работать, потом еще больше работать, еще больше. И это еще не факт, что будет лучше результат. Нужны инновации. Тогда меняется формат, изменяется, естественно, результат. И вот в этом году мы поменяли формат проведения таких встреч с будущими абитуриентами. Мы вынесли самые интересные лабораторные работы на стенды этих 11 факультетов. И там можно было увидеть все, что угодно. Как меняет, например, жидкий азот структуру и свойства органических тел. И это школьники экспериментировали прямо. При них это все происходило. Извержение вулкана и что при этом может быть смоделировано было нашими экологами. Наши специалисты IT показали роботы, робототехнику. Ну, естественно, пищевики показали все, что можно делать и готовить. И что связано с пищевыми продуктами. И не только кухня, а это, прежде всего, мощная индустрия. В 2007 году мы были подписантами Болонской декларации и магно-чарта университатум, где четко прописана популяризация знаний тех, которыми занимается университет, высшующее на заведение. Вот в данном случае наша академия. Наши студенты работают на совершенно реальном оборудовании. Самое первое, знаете, как появилась у нас лаборатория? На кафеле электромеханики. Хорошая профессия электромеханик. Сегодня, кстати, очень мало энергетиков, высококвалифицированных, университет в возрасте. То есть молодежи сегодня себя реализовать, а энергетиков всегда было спрашиваемо тоже. И будет. Без нее никуда. Ни одно производство не будет работать. Ни один дом не будет теплым и уютным. Энергетики нужны. И вот мы готовили там на старом оборудовании. Компания Мюллер подарила нам комплект оборудования, 200 тысяч евро, которые сегодня нашими специалистами отформатированы в виде стендов. И студенты проходят на этом оборудовании все лабораторные занятия. Приезжая на практику, на промышленные предприятия, любые, они встречают все механизмы компании Мюллер. И уже не нужно переучиться. Вот так, за приятным разговором, готовятся очень быстро любые, даже сложные блюда. Пока мы говорили-говорили, выяснили, что интересного в Академии было за этот прошедший год. Нателла сказала, что у нее уже готов глинтвейн, но не совсем еще, почти. Что мы еще должны сделать? Мы должны добавить мед. Нельзя его добавлять в очень горячее вино, чтобы не ушли все его полезные свойства. В принципе, мед тоже на глаз. И теперь мы дадим настояться ему. То есть сняли уже с огня, закроем крышечкой и дадим постоять. Полчасик. Но это какой-то сильно правильный глинтвейн, потому что там, где катаются на лыжах, по-моему, они его варят в чанах, и как-то там все быстрее происходит. Знаете, мне не хочется проверять, из чего он сделан. Лапа это делают, сверху плавает гвоздичка, я помню, и привкус гвоздички чувствуется. Но аромат там, конечно. Итак, для приготовления капусты у нас осталось 10 минут, потому что на самом деле прошли эти два часа, а рулька у нас практически готова. Мы ждем вот-вот и капуста. А я хотел спросить. По-моему, единственный вуз на сегодняшний день нашего города, единственная академия, где студенты ездят на практику за границу. Нет, по-моему, таких. Единственный есть в других вузах тоже. Просто эта тема сегодня очень популярна, она развивается. И тут есть особенность большая. Почему? Мы так за границей, за границей. За границей хороша чем? Прежде всего, это организация жизни, организационно-экономический, социальный уклад. Это надо изучать, надо брать положительный, позитивный опыт и внедрять у себя в стране. Ну а что касается современных предприятий, то сегодня в Украине полно предприятий, которые построены вот в этом году, в прошлом году, чего нет. В Западной Европе, например. Место практики, тут немножко мы по-другому подходим. Не столь важно, за рубежом или не за рубежом, точка практики должна быть аккредитована вузом. Вот это мы делаем у себя в Академии. Ну, все-таки, знаете, поехать на практику во Францию, в какой-нибудь там сыроваренный завод какой-то там. Ну, это замечательно. Быть в семье какой-то, старинных сыроваров. Наши ездят. Вот каждый год порядка 30 человек посещают Францию, их отбирает Французская Федерация обменов и трудоустраивает их на время практики, на два месяца на французские, пищевые и другие предприятия. Ну что ж, дорогие друзья, прошло два часа, и мы вот колдуем здесь. Колдуем. Она уже готова. Так. О, даже более чем. Сейчас у нас есть красивое блюдо. Корочка хрустящая, видите. То есть, несмотря на то, что в рукаве, я рукам не разрезаю, а прямо в рукаве и запекаем. Получается хрустящая, красивая. Вот такая вот красивая, красивая рулька. Порционная. Хотелось бы так съесть одному и съесть ее, но это, наверное, слишком будет неправильно. Обычно на двоих. На двоих? Рулька на двоих? Да. Ароматный, да? Какой аромат? Ощущаете? Это просто я, когда вижу такую хрустящую рульку, у меня никогда она не получалась хрустящей. Наверное, неправильным рецептом пользовался. С этого дня теперь я знаю правильный рецепт приготовления рулька. Так, а сейчас мы уложим вокруг вашу капусточку. Капусточку. И будет замечательно. Капусточка уже тоже готова. Это у нас новогодняя программа, потому что... Ну, потому что скоро Новый год. Потому что скоро праздник, который мы празднуем на протяжении уже, бог знает какого времени, и это правильно. Какие были моменты такие в этом году, которые запомнились больше всего? В этом году, конечно, очень большим знаменательным событием является получение государственной премии в области науки и техники группой наших ученых и еще двумя нашими выпускниками за работу системы энергоэффективной технологии, хранение зерна и его переработки в пищевые и кормовые продукты. Ко всем знаменательным событиям, наверное, я бы отнес еще, знаете, что мы жили стабильно. Вот этот год имели возможность мирно трудиться, и я хочу всех поблагодарить за эту возможность. Сегодня я вам хочу сказать, вот, в общем-то, простое, но очень вкусное блюдо, блюдо, которое понравится, я думаю, что всем, кто его приготовит. Давайте посчитаем. Рулька. На сегодняшний день рулька стоит, рулька была 35 в течение года, стало 40 гривен килограмм. Капуста 30 гривен килограмм. Поэтому рульке сюда пошло где-то килограмма полтора, это значит, это 60 гривен. Плюс капусты я взял не килограмм, давайте посчитаем килограмм. 90 гривен. За 90 гривен в ресторане вам такую порцию не сделают. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю всем крепкого здоровья, достатка, благополучия, мира и, знаете что еще, хорошего настроения каждый день, утром, днем и вечером, чтобы никто и ничто не омрачали вашего настроения. Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте с нами. С вами была программа «Одесса готовит обед». С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!